Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградер по призванию. Виноград мы выращиваем более 10 лет и нам есть чем с вами поделиться. Итак, сегодня мы с вами разговариваем про зимнее укрытие, а точнее про сроки, когда нужно его снимать. Также поговорим, какие нюансы нужно при этом учитывать и несколько затронем тему выпривания почек. Итак, по поводу сроков раскрытия. Есть два полярных мнения. Кто-то считает, что укрытие нужно снимать как можно раньше. Другие считают, что наоборот лозы под укрытием нужно держать до последнего. Кто же из них прав? На самом деле не ждите каких-то универсальных советов. Не ждите, что кто-то вам скажет, все, 15 марта, 23 апреля, по щелчку снимаем. Нет, такого нет и не будет. Вам нужно учитывать особенность вашего участка, особенность вашего региона, особенности вашего климата. Только если вы будете учитывать все вот эти особенности, вы подберете как раз таки оптимальный срок для снятия укрытия. Приведу пример. У нас два участка. Расстояние между ними порядка 30 километров. Так вот, разница, например, весной в моменте, когда сходит снег, может быть порядка двух недель. На одном участке уже снега нет, на втором он еще может лежать, ну, его будет достаточно много. По прошлому году мы так засекли, что примерно разница недели две. Но в некоторые другие годы эти цифры могут отличаться. И смотрите, даже на одном участке тоже может быть разница. Вот пример. Территория перед домом. Это южная стенка дома. Там целый день солнце. Там все время тепло, и там все прогревается очень хорошо и рано. И вот второй пример. На этом же участке соседский сарай стоит с южной стороны. Соответственно, он создает тень. Более того, с него еще сходит снег, который там остается. Его там больше, из-за тени он медленнее тает, и прогревание почвы, и всего остального замедляется. То есть, видите, даже в рамках одного участка может быть разница. Теперь мы с вами поподробнее разберем вот два этих мнения. Итак, первое. Укрытие надо снимать как можно раньше. Чем это поясняют? Вот солнышко засветило, пришло тепло, и винограду под укрытием будет жарко. Он там сопреет. Давайте с вами подумаем, что такое укрытие. Укрытие – это термос, это теплоизоляция. Правильнее даже не тепло, да, а термо. Вот температура. Какая разница, что мы нальем с вами в термос? Термос – горячий чай или ледяную воду. Термос будет сохранять тепло, да, там, где горячий чай, и будет сохранять холод в случае с холодной водой. Точно так же наше укрытие весной, конечно, до определенного момента. Оно зависит от типа укрытия. Наше вот это вот укрытие, оно будет сдерживать прогревание. А потом, да, может наступить момент, когда оно уже начнет работать, грубо говоря, как тепличка. Ну вот прям при первых же лучах солнца бежать снимать укрытие, потому что лозочкам там будет жарко. Ну, нет, про выпривание, напомню, мы еще поговорим. Второй момент. Надо поскорее снять укрытие, чтобы, вот, ну, люди понимают, да, что укрытие затормаживает прогревание, поэтому надо быстрее его снять, чтобы быстрее шел прогрев. Кстати, по ранней весне несколько сдерживать прогрев почвы у нас будет и мульча, и задернение. Но все-то, конечно, классно, но надо понимать особенности региона, особенности климата. Вот сейчас я говорю конкретно про нашу страну, про Беларусь, да, конкретно про вот наш регион, Минская область, и конкретно то, с чем мы сталкиваемся. Вот у нас приходит ранняя весна, ну, по-разному, да, уже вот у нас близится дело к 20 марта, вот стало светить солнышко, уже стало что-то прогреваться, но на самом деле у нас еще будет апрель такой с качелями температур, и примерно до 9 мая, а последние весны и чуть позже, у нас еще существует опасность возвратных заморозков. И даже правильно их называть не возвратными заморозками, а поздневесенними морозами. Потому что заморозок – это вот какая-то волна холода, которая кратковременно идет, часто по низу. У нас же приходит холод, приходит мороз на большую высоту. Несколько лет назад я показывала утро, беседка, конек, там, два с хвостиком метра, все во льду, температура минус 4, как на земле, так и в воздухе. То есть вот такие у нас приходят непогоды. И период, ну, это может быть до 9-го, а иногда чуть позже мая. И пробуждать виноград раньше этих сроков нам просто нет никакого смысла, потому что он просыпается, да, и потом вся эта зеленка подмерзает. Конечно, у нас не всегда есть возможность сдержать его рост до этого времени. Но чем лучше у нас получится это сдерживание, тем нам удобнее. Потому что, допустим, укрыть от заморозков, да, от таких морозов вот такую почку и вот такой побег по трудоемкости – это две большие разницы. Да, вот такую почку защитить проще. А идеальная ситуация, вообще идеальная для нас была бы, это сдержать рост почек вот как раз-таки до этого момента, когда у нас морозы эти прошли, все, после этого виноград нормально начинает расти. Ну, эта ситуация идеальная. К сожалению, не всегда у нас получается сдержать рост наших лос. То есть в каких-то регионах ранний старт, ускорение, прогрева – это может быть оправдано. У нас наоборот. Ну, по крайней мере, вот в Минской области, там, где мы выращиваем наш виноградник. Разберем второй вариант. Удерживать виноград под укрытием как можно позже. Желательно вообще до того момента, как вот эти непогоды, эти заморозки пройдут. Ну, вариант, конечно, идеальный и было бы классно, если бы у нас это получалось. Но, к сожалению, получается не всегда. Виноград к тому моменту уже начинает просыпаться. Потому что, ну, бывает апрель теплый, да, достаточно высокие температуры, и почки, побеги начинают расти. И здесь многое зависит от укрытия. Если у нас укрытие темное, то у нас будет проблема. Побеги не получают свет. Они будут такие белые. Им расти тяжело. Они расходуют питательные вещества. Ну, и потом в идеале, конечно, когда мы их на солнышко выставим, чем-то некоторое время притянет. Есть укрытие, в том числе и то укрытие, которому мы используем, синтетический ватин, который позволяет свету проникать. И побеги там себя прекрасно чувствуют. Мы раскрывали на яркое весеннее солнце, на очень яркое. И ничего с ними не остановилось. Они хорошо себя чувствовали. Ну, казалось бы, о, так замечательно. Пусть оно себя так растет, да. Вот в какой-то момент у нас укрытие начинает работать, как тепличка, разгонять, рост побегов. Ну, как бы замечательно, да. То есть этот вариант такой более интересный. Ну, на самом деле нет. Потому что лозы у нас лежат на земле. И нам их надо поднять и подвязать. Так вот, подвязать лозу, у которой почки спят, это вообще легко. А подвязать лозу, у которой почки проснулись, это уже сложнее. Подвязать лозу, у которой вот такие побеги, еще сложнее. Потому что вот эти побеги, молодые, они крайне хрупкие. И когда мы начинаем подвязывать, мы начинаем их обламывать. И какие побеги мы обламываем? Самое лучшее. Самое плодоносное. То есть, понимаете, в этом тоже есть минус. А, конечно, тоже есть чудные истории, что вот там в каналы мы лозы укладываем, там их тоже укрываем спонбондами. Вот они там зелененькие растут. Потом заморозки прошли, да. Мы взяли, подняли, и все классно. Мы прошли через это. У нас нет каналов. Вот оно просто лежит на земле. Домиками укрытия. Ну, вы все-то на видео видели. Так вот, даже вот так вот земли поднять и подвязать лозы с побегами достаточно проблематично. Нет, конечно, если у нас там редкая посадка, у нас там по одной лозинке лежит в одну сторону, максимум по две, да, тогда это можно сделать. И то, ну, честно, повторюсь, мы через это прошли, мы все это вот этими ручками делали. Мы же всегда оставляем больше плодоносных стрелок. Мы делаем усиленное плодовое звено. У нас формировки со смещённой зоной плодоношения. Поэтому лоз на земле лежит много. И побежики эти начинают цепляться друг за друга. И вот поднять их тоже сложно, чтобы не обломать. То есть обломок получается много. И казалось бы, ну, пронормировали, чего ж тут такого. К сожалению, получается нормировка, когда мы убираем, не самое худшее, а самое лучшее. То есть в этом тоже есть негативный момент. Теперь коснёмся выпривания. Да, вот опять же сторонники раннего открытия говорят о том, что нельзя долго держать. Там всё начинает выпривать. Зависит от типа укрытия. Для того, чтобы там что-то выприло, надо, чтобы там была влага. Если у нас сухое укрытие, воздухопроницаемое, о каком выпривании-то будет идти речь? То есть вот наш, допустим, синтетический ватин, который прекрасно проветривается. Который не на земле вот так лежит, а на проволочке, либо на дужках. Получаются вот такие домики. О каком выпривании-то может идти речь? Если вы укрываете какими-то, например, синтетическими материалами, подложка для ламината, или, например, вы что-то такое укладываете в ворсист, а потом сверху плёнки, то да, после схода снега, там будет мокренько. И если всё везде заткнуто, да, выпривание может быть. Ну, всё как бы легко устраняется. Просто можно снять плёнку, чтобы проветривалось, да. Можно открыть продушину тоже. Ну, то есть на какое-то время приоткрыть, чтобы воздух походил, лишняя влага ушла. Это всё решается. А природное укрытие, солома, ну, солома, кстати, в меньшей степени промокает. Папоротник, вот мы несколько лет подряд укрывали папоротник. И сверху плёнка. На всём участке всё было хорошо, за исключением одного места возле дома. Потому что там, опять же, с крыши сходил снег, его было больше. И папоротник подмокал, поэтому там могло быть выпривание, вот там надо было проветривать. На других, как бы, участках этого же участка всё было хорошо. То есть выпривание, да, оно может быть, но оно зависит от типа укрытия. В земле выпривание крайне редко. Ну, только если там, может, какие-то очень тяжёлые глины. А так земля вообще очень классный укрывной материал. Единственный его недостаток – это большая трудоёмкость. Что всё это закопать, а потом раскопать, ну, это сложно. Это реально сложно, это надо большие физические усилия. И, ну, поэтому мы укрытие не используем такое. Мы используем сухие укрытия. Ну, вот как раз-таки в земле сохранить до самого последнего момента может быть гораздо проще. Но, опять же, надо учитывать местность, надо учитывать погоды. В 2020 году, к примеру, у нас последний морозик был, наверное, числа 15 или 17 мая. Я уже точно не вспомню. Но уже до такой даты додержать под укрытием, даже под земляным, ну, всё-таки уже надо открывать. Было до этого очень тепло, было хорошо. А потом раз, и вот несколько ночей были морозы. Причём существенный был момент, когда я уже накрывала зелёные побеги, вот вечером. И прямо у меня на глазах приходил мороз, и даже то, что я не успела укрыть, оно несколько прихватило. То есть мы, ну, как бы можно попытаться держать до последнего, но, опять же, учитывать прогнозы, учитывать климаты, учитывать то, какая погода была до этого. Ну, вот два мнения рассмотрели, да, так, а когда же всё-таки раскрывать? Идеальный момент – это когда наше укрытие перестаёт работать вот как сдерживающий фактор, но ещё не начинает работать как тепличка, как фактор, который будет согревать. Вот в этот момент замечательно открыть. То есть мы сдерживали рост наших лоз столько, сколько могли. Потом мы их открыли, они ещё спят, мы их спокойно подвязали, да, и вполне вероятно, что мы можем заморозки проскочить, потому что ещё почки не пробудятся, не проснутся, и всё будет хорошо. Кстати, в прошлом году я такой проводила небольшой эксперимент, вам рассказывала об одном агроприёме, который немножко позволяет проскочить заморозки. Суть его заключалась в том, чтобы подвязать лозы вертикально. Если начнут просыпаться, то начнут просыпаться верхние почки, они перехватывают на себя всё питание, соответственно, затормоноживают рост нижних почек. Да, если приходит морозик, он хватает их, а нижние у нас остаются целенькими. Я обещала вам показать результат, но не получилось. Знаете почему? Потому что вот эта лоза, которую я достала специально рано из-под укрытия, она не проснулась. Ну, то есть она проскочила заморозки. И так даже верхние почки не открылись, они потом открылись тогда, когда уже стало нормальное тепло. То есть, понимаете, да, в идеале нам раскрыться. Когда ещё почки не проснулись, при этом мы максимально сдержали весенний рост, и укрытие не начало работать как тепличка. Как подловить этот момент? Ну, это уже вы сами смотрите, опять же, по своим участкам, по своим укрытиям. Потому что чем укрытие было у нас плотнее, да, если мы валили условно тюк соломы в наши лозы, так пока оно там прогреется, будет замечательно, да. Может, как раз-таки мы сможем его подержать до последнего. Если у нас был тоненький спонбонд, то тут другое уже. Вот, некоторое время он ещё сдержал, подержал холод от земли, а потом всё, он начинает прогреваться, и его лучше снять пораньше. То есть здесь нам нужно наблюдать. Ну, и немножко учитывать, конечно же, погоду. Если ещё большие скачки ночных и дневных температур, то, может быть, с раскрытием не спешить. Потому что всё-таки вот эти вот скачки, перепады, они для виноградной лозы не очень хорошо. Но когда более-менее уже у нас, мы видим, ночные температуры там около нуля, либо уже идёт плюс на протяжении некоторого времени, то, в общем-то, можно открывать. Ну, это идеальный вариант. А дальше мы, конечно же, смотрим по нашим возможностям. Вот два года назад мы так планировали сделать более раннее открытие. Пока ещё не пошло всё в рост. Но не получилось, потому что была очень затяжная весна, холодная, потом пришло тепло, побеги стали расти. Уже тоже держать под укрытием было дальше невозможно. Мы раскрылись. А потом вот в районе 15 мая были морозики и приходилось ездить дополнительно на кровать. То есть планировать мы можем, но учитывать фактор погоды тоже нужно. А в этом сезоне мы планируем... Вот сейчас ещё подождём недельку-две. Будем смотреть по погоде. Если будут хорошие дневные температуры, вот придёт уже такая не календарная, а реальная весна, если ночные температуры там сильно не будут минусовые, то, конечно же, мы будем открывать наш виноградник, потому что, повторюсь, открывать его, когда уже почка начала просыпаться, особенно пошёл в рост побег, тоже в этом есть определённые сложности. Очень жалко терять хорошие, качественные побеги. С другой стороны, если вы понимаете, что у вас в случае морозов не будет возможности подъехать, накрыть, укрыть, то, да, может быть, есть смысл больше подержать под укрытием. Может быть, есть смысл весной сделать ещё больше укрытия, опять же, чтобы больше затормозить рост. Вот я вам показывала два участочка на нашем участке. Так вот, например, сейчас, вот в данный момент, перед домом, даже ещё чуть раньше это надо было сделать, можно было ещё добавить укрытие какого-то, чтобы сдержать вот это тепло. Пока что оно не нужно. Оно нам будет нужно где-нибудь в мае. А сейчас нам ещё спешить не стоит. Точно так же в прошлом году, например, мы в теплице, вот по весне специально добавляли укрытие, потому что теплица прогревается, и добавляли укрытие, чтобы вот это тепло меньше проникало в почву, и вот этот холод земли сохранить. То есть, понимая особенности вашего региона, вашего климата, вашего участка, вашего укрытия, вы без труда подберёте оптимальный именно для вас срок, когда вот это самое зимнее укрытие снимать. Ну, конечно, с одной стороны, спешить с этим не стоит, но и затягивать на слишком долго тоже не всегда хорошо. Надеюсь, видео вам было полезно. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку «Щё», ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!